Еще продолжим тему спорта. Сейчас о показателях ведущих клубов Приморья под Новый год. Два боевика выдал накануне на выезде приморский адмирал. Болельщикам, которые смогли выбраться на эту мини-серию, повезло увидеть самоотверженную игру моряков. Сначала наши расправились с Сибирью в Новосибирске. 4-1. Никита Феоктистов открыл счет в начале матча. Константин Глазачев забил гол в раздевалку перед первым перерывом. Затем сине-белые пропустили в большинстве во втором периоде. Собрались, еще раз заставили хозяев приуныть перед перерывом. Уже вторым отличился Денис Вихарев. А точку поставил Сергей Коньков за пять минут до сирены. Потом моряки встречались в столице Казахстана с местным Борысом. И первый период получился просто огонь. Хозяева забросили две и думали, что создали комфортное преимущество. Но тут за без малого восемь минут приморцы трижды расстреляли владение вратаря Бориса Доминика Граховины. Сначала Яковлев, затем Вихарев, потом Кубат. И Граховина отправился на лавочку. Его сменщик Карлсон играл надежнее. И в этой вратарской дуэли он вышел победителем. Борис смог забросить, адмирал не ответил. 3-4 итоговый счет. Наверняка такую игру фанаты будут ждать в заключительных матчах этого года, которые пройдут на Фетисов-Арене. Не удался выезд у Спартака Приморья. Краснобелые завершили год на минорной ноте. Заканчивали 2018-й они на Сахалине. Дальневосточном дерби против местного Востока 65. В первой половине наши шли вровень с хозяевами и на большой перерыв удалились с небольшим преимуществом. А после островитяне поперли, набрали за три четверти 56 очков и смогли выиграть 94-84. Самые результативные у краснобелых – Вздыхалкин и легионер Колхоун. Они набрали по 18 очков каждый. Ждем от спартаковцев иной игры в новом году. Павел Зайцев, Панорама.